Славянские работники отрасли культуры – это настоящие профессионалы своего дела. Они сохраняют и развивают скульптурное наследие нашей страны, прививают детям любовь к творчеству. Каждое учреждение культуры старается порадовать жителей чем-то особенным, находя новые формы работы, открывая самые разные кружки и объединения. Маевское сельское поселение помнит и чтит традиции. Первыми жителями и основателями здешних хуторов были казаки, поэтому здесь очень бережно и трепетно относятся к истории своей малой родины. К самобытному казачьему наследию. Пять лет назад был создан народный вокальный ансамбль «Родные берега», в составе которого казаки хуторского казачьего общества и их семьи. Любовь к казачьей народной песне они передают подрастающему поколению. У ансамбля «Родные берега» есть коллектив «Спутник» – детский вокальный ансамбль «Казачий хуторок», в котором занимаются ребята Маевского сельского поселения, перенимающие опыт у своих наставников. Песня «Родные берега» Сербинского хуторского казачьего общества Вячеслав Бырский проводит для детей и молодежи занятия по изготовлению поделок из природного материала, мастер-классы по изготовлению изделий из дерева. У нас в кружке записано и посещает в количестве детей порядка 20-25 человек возраст от 7-8 лет до 12-15 лет. Привлекаем детей и молодых, и совсем маленьких, и кто постарше. Для чего это делается? Во-первых, вырабатывается усидчивость. Во-вторых, они понимают, что своими руками можно что-то сделать, а не целыми днями сидеть там и перелистывать гаджеты. Добиваемся того, что прививаем их творческие навыки, которые занимались наши деды, прадеды, то есть столярное мастерство, плотничное дело. Кто постарше, мы уже доверяем их более сложные инструменты, которые обработка дерева и прочее, прочее, прочее. Мы стремимся, чтобы детям было интересно. В этом году в сельском клубе при поддержке депутата ЗСК Виктора Чернявского был проведен ремонт библиотеки, помещения для мастерской, приобретены столярные инструменты, приборы для выжигания по дереву, Заниматься творчеством в таких прекрасных условиях – одно удовольствие. Сельский клуб стал настоящим центром притяжения для местных жителей, а это значит, что культура продолжает развиваться и становиться доступнее для населения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».